Добрый день. Добрый день, мама. Добрый день, дорогой, рада очень видеть тебя. Уже как и рад вас видеть, столько времени уже не виделись. Уже тут соскучились, хожу вокруг твоего дома и скучаю по тебе. Я все время вспоминаю, мечтаю, как уже оказаться там всеми с вами в такой хорошей атмосфере. Как погода у вас? Прекрасная погода, ждем тебя, яги ждем. Вот недавно проводили на праздник, тоже благоприятно. Для меня честь выйти с вами в эфир, мы уже давно знаем друг друга, и я наблюдаю со стороны, вижу у вас совершенного человека в направлениях как мать, как учитель, как друг, наставник, сестра, для кого-то уже даже бабушка. Так много сильных духовных и социальных ролей у вас, и такое сердце большое, и в течение этих лет так много мне уделяли внимания всегда. Такая возможность перед всеми, перед людьми, кто подписывается, выразить вам благодарность в словах, провести с вами беседу на тему родительства, получить много опыта у вас, научиться. Собственно говоря, я всегда учусь, вдохновляюсь вашим примером. Спасибо вам большое за такой яркий жизненный пример. Это редкость, редкость сейчас. Спасибо большое. Чувствую очень большое тепло в сердце по отношению к тебе. Всегда испытывала такое чувство именно как к сыну, не просто как реально, ну реально сын такой. И это всегда было, и когда ещё муж был жив, и он вообще просто, для него ты был как любимый сын, даже не просто сын, а любимый сын. Вот, и всё, что ты говоришь, конечно, это воспринимаю как благословение, и, конечно, как просто реально понимаю, что соткана из милости. Вот, поэтому, ну как-то... Но то, что ты есть в моём сердце, это факт, и ты, и жена твоей дочкой, и родители. И то, что мы с тобой в эфире вместе, и с теми нашими замечательными слушателями, кто присоединяется, огромное спасибо вам за доверие, за то, что вы делили время. Сейчас нашедший эфир, просто везде все в прямых эфирах, и человек может вообще потеряться, и даже заблудиться. Я даже, вот просто у меня столько друзей в прямых эфирах, я открываю букву «да», что и понимаю, что даже те, кто присоединился к нам, это значит, что вы выбрали время, при том, что сейчас одновременно идут очень много всего интересного. Спасибо вам огромное, и очень надеюсь, что наша встреча, она, ну, получится душевной, и получится быть, ну, как-то полезной. Да, спасибо. Я вспоминаю, как супруг ваш, Джагадата Тимур, когда я ещё был, ну, у меня лет, может быть, 20 было, в марафон, в зима, холод, у меня не было обуви. Он это увидел, он повёз меня, мы часа 4 ездили по заснеженной Алмате, по разным магазинам, там пробки же такие, когда зима, он перевозил в какой-то магазин, мы заходили, он говорил, нет, это тебе не подходит, и посмотрел, это не то качество, поехали в другой. Я говорю, ну, у вас же время, работа, он говорит, не важно, ради близких, друзей, я готов всем. И он меня, мы где-то 4 или 3 магазина объездили, пока на Silkway куда-то не заехали, он не нашёл то, что ему понравилось, и то, что мне подойдёт. Такой личностный подход, это ваше семейное, спасибо. Да, я помню, когда он пришёл и сказал, ты представляешь, он целыми днями, босой почти что на улице, у него ноги сырые, у него носки промокшие, он распространяет книги, он всем людям несёт вообще добро, свет, книги, у него обуви нет, вообще ужас, это позор мой. И я поэтому сегодня поехал, и мы ему купили обувь, он был такой счастливый, ну, это вот просто, это не обувь была, это его благодарность тому, что ты несёшь вот этот свет людям, и он хотел присоединиться к этому. Поэтому хочу сказать, что сегодня мы будем так путаться, потому что мы вот так вот переписывались и говорили, как мы друг друга называть будем, потому что у нас есть, во-первых, мы действительно вот такие вот отношения, как мама и сына, с другой стороны, мы духовный брат с сестрой, у нас один духовный учитель, у нас у обоих есть имена, которые знакомы всем людям, которые вот только начинают интересоваться, это Дмитрий Смирнов и Марина Таргакова, вместе с тем мы никогда так друг друга не называем, мы называем друг друга Девакинандана и Маликамала, и я, и то же самое вот он сейчас рассказывает, там уже говорит Тимурну, Джагадата, вот поэтому с вашего позволения мы будем называть друг друга духовными именами, так будет проще, потому что иначе мы будем какими-то скованными, каждый раз будем париться, каждый раз будем как будто перепроверять себя вообще, как я называю, вот поэтому будем честными и открытыми, и будем говорить вот так, как чувствуем, так Девакинандана, Прагу. У вас очень красивое имя духовное, Маликамала. Я так первую, что я так переживала, потому что мой муж, он тогда вообще никакого отношения не имел в качнавской культуре, и я его попросила разрешения на то, чтобы меня инициировал, что я посвящаю свою жизнь духовному учителю, это такой волнительный же момент, и я просто ему сказала, вот так вот и так, и говорю, у меня на реку другим именем. И он так говорил, а каким тебе именем на реку? Я говорю, я не знаю. И он так напрягся, говорит, ну я тебя должен буду этим именем называть. Я говорю, нет, но ты можешь меня называть так, как ты привык. И я, помню, приехала и сказала, он говорит, как тебя назвали? И я говорю, Маликамал. И он с тех пор просто сразу начал меня Маликамала назвать. Вот, и это для меня было. Он говорит, Маликамал, Маликай, это даже арабский парад. Это наше имя. Да, я говорю, ну ты можешь меня назвать Маликай, если тебе хочется. Он говорит, нет, я бы назвал Маликамал. Да, у нас долгое такое видение, потому что мы давно не виделись. И есть такое близкое отношение, чувство. Поэтому хочется даже тему немного отодвинуть, знаете, и поговорить, как вы там, как там, а как те наши друзья, знаете, а как те, как те. Ну я думаю, знаешь, это в этом смысле есть какой-то, в этом смысл, потому что люди видят, что это неформальные отношения, что это не просто какие-то там два лектора собрались. Потому что мы так или иначе будем говорить о семье, а люди, у которых нет семейных отношений, ну как бы у них нет полномочий говорить о семье. И тем более, когда вот эта семья более расширена, это не просто вот мной рождённые дети или мои родители по рождению биологически, а вот это такая более широкая семья, я думаю, поэтому, ну как минимум, мне кажется, это так естественно, очень спонтанно, мы к этому не готовились, как бы, и вот, ну вот, а мы были свидетелем. Семейные встречи, семейные встречи. Да, семейные, спасибо. У нас много еще секретальных встреч, а вот семейных. Просит имя ваше перевести с санскрита. Ну, ты у нас санскритолог. Ну, мало это гирлянда, да? Насколько я знаю. А малико это цветы, цветы такие, да? Да, это, мне причём интересно, что мне Гурмахараш, когда меня назвал, во время инициации, он сказал, твое имя имеет два перевода, малико-мало, малико-мало, это гирлянда из цветов майки, которая, малико, да, это гирлянда, которая на груди у Господа. А другое название тоже можно, малико-мало, это тогда гирлянда из цветов лотоса. Вот, так что, с какой стороны ни посмотри, где какая-то гирлянда. Ну, с этими была очень связана смешная история, но об этом иди. Вы как гирлянда, которую надевают на весь мир, и люди, общаясь с вами, они как от гирлянды идёт приятный запах, и общаясь с вами, они также получают хорошее настроение, как от свежей цветочной гирлянды. Главное, чтобы не завянуть и не начать, знаешь, благоухать так, чтобы просто отворотясь не наглядишься. А знаете, некоторые гирлянды, они когда высыхают, они ещё более привлекательнее и благоухащие. Ну, это будет так, потому что женщина, так или иначе, она высыхает с возрастом, это что касается тела, но что касается духа, он так... Помните, как мы с вами, это было в Риге, и с Франции одна ученица, да, бактивиданта с вами, очень пожилая уже вся в мужчинах, и вы заметили, когда мы общались за столом, вы сказали, посмотри, какая она красивая. И тогда я заметил, что вот в женщинах, которые воплотились как мать, в них пробуждается вот эта настоящая женская красота, которая не зависит от возраста. Знаешь, как Шалва Александровича Монашвили, мы как-то раз с ним общались, и я говорю, что Шалва Александрович, столько много всяких программ о женственности, куча-куча таких, говорю, есть возрастные женщины, как будто бы они в каком-то ущербнике находятся, как будто бы они должны как-то подтягиваться, что-то такое делать, какие-то косметические, пластические операции, чтобы соревноваться так или иначе с молодыми, а это невозможно, это невозможно. И я говорю, а женщина достаточно болезненно переживает, когда вот у неё морщины появляются. А Шалва Александрович так посмотрел на меня и очень искренне сказал, а вообще, говорит, мне больше нравится лицо с морщинами. Причём так искренне сказал и сказал Шалва Александровича. Он говорит, ты что, морщинки, это же тропинки судьбы. И когда ты смотришь на человека с морщинками, это же, говорит, ты видишь его судьбу, как он переживает эту судьбу, как он трансформируется, как он проходит свои жизненные испытания, трудности. Ты что это, говорит, а так многому говорит, я обожаю лицо с морщинками. Вот это, я говорю, а вы скажите об этом мужчинам, потому что, это, говорю, так важно женщинам слушать, слышать это. Вот, так что вот у нас был такой разговор. И действительно, это как дар Бога, твоя внешность, к которой ты приходишь, и когда ты юная, это, ну, очень такая большая красота. А вот когда ты уже уходишь, это твой дар Богу. Что ты будешь делать? Потому что должна засиять внутренняя красота. Потому что ты внешне можешь что-то там, я не знаю, но так или иначе будет меняться. Но вот внутреннее сияние, внутренняя красота, это уже твоя, то, как ты прожила эту жизнь. Вот это, об этом. Да, это тема красоты. Удивительно, наш духовный учитель тоже написал книгу на эту тему. Я видел, сейчас многие общаются о красоте. Я, собственно говоря, даже вдохновился вот на эту тему про детей, тоже от Шау Александровича, от его сына Пата. Мы, когда, помните, были с духовным учителем в Батуми, Батуми, как называется место? Бушетти. Бушетти. И там он подарил мне Пата книгу вот эту «В поисках учителя». Я за один день залпом прочитал эту книгу. Это аллегорическая история про монаха, который учился у ребенка, у девочки маленькой. Она пришла ему в пещеру, он не мог понять, что это уроки именно от детей. У меня прям трогало сердце до слез в каких-то моментах, когда прочитывал эту книгу. Я с тех пор стал рекомендовать всем, что дети, как наши учителя. У меня тоже сейчас дочь растет, и поэтому много аналогий с собой приводил, как немного актуально для себя считал. Я посчитал, что эта тема, она будет очень полезна как для меня в моей жизни, как отца, что-то новое вообще произошло. Я жил сам по себе, для себя, эгоистом был. А вот сейчас что-то меняется в этой жизни. И вот в связи с этим родилась такая тема, потребность. Потому что я учу как бы людей, но чувствую, что сам не догоняю до конца, хотя в практике с этим нахожусь. Я подумал, что вы мне сможете помочь очень сильно разобраться в каких-то вещах, в каких-то моментах. Объяснись, что же такое вот это отцовство в вашем понимании? Отцовство в моем понимании я могу только рассказать как опыт меня как дочери. Потому что отцовство как мужчина, может, это расскажет мужчина, но я могу сказать, что для меня было важно как для личности, для становления личности контакт мой с отцом. Я всегда, всю жизнь чувствовала защиту отца. Вот говорят, что в шастрах написано, в священописаниях о том, что женщина должна быть всегда под защитой. Под защитой сначала отца, потом мужа, потом взрослых сыновей. То есть женщина, она по своей природе беззащитна. И вот эту защиту очень важно чувствовать. Я приведу маленький пример. То есть эта защита, она очень, ну такая, ощутимая. То есть у меня мама была очень строгая. Я терпеть не могла учиться в музыкальной школе, потому что моя учительница, она была, ну такая, я не знаю, до сих пор я не могу понять ее методы, потому что, например, она играла у меня на плече, у меня было фиолетовое плечо, все, потому что она мне говорила, крепкие пальчики. И я просто ее боялась, просто панически. И я из-за этого просто ненавидела вообще ходить в школу, но как бы родители были убеждены, что я должна закончить музыкальную школу. Я ее закончила, кстати, сказать. Принесла диплом и сказала, больше я не сяду за этот инструмент, просто я терпеть его не могу. И потом только наш учитель, он меня заставляет периодически, как только он мне пианино, он говорит, Маликамала, идите играйте. Я просто услышала эту историю, что мне это травматично. Он из-за меня изживает. Ну так вот, я перепевалась там, ну не знаю, с четверки на тройку. Хотя у меня хороший слух, я прекрасно подбиралась с четырех лет, я играла на фоно сама по себе до той поры, пока не попала к учителю. И каждый раз, а так как я училась хорошо в школе, и как бы родители, они всегда любят гордиться своими детьми, и для мамы было очень... Если я тройку получала в музыкальной школе, это для нее была просто какая-то драма. Я просто, вот для того, чтобы даже просто тройку получить, а четверку, это было для меня, ну, каторка какая-то. И я помню один раз с папой мы пошли на экзамен, и я получила тройку. Ну, в основном я четверки получала, но, наверное, пару-тройку у меня было. И вот я получала тройку, иду домой, и говорю, пап, я домой идти не хочу. А он говорит, да что такое? Говорю, пап, мне так плохо, я сейчас расстрою маму. И вообще хоть не живи с этой тройкой. Вообще жизнь не мила мне. И он говорит, а что ты хочешь, чтобы я для тебя сделала? Говорю, пап, я так хочу, чтобы ты увел маму в комнату, и чтобы я ее не видела сегодня. Чтобы вот наступил завтрашний день, чтобы она пережила эту тройку наедине с тобой без меня. И пусть она будет в комнате, я зайду и лягу спать просто, и просто не будет она меня сегодня ругать, потому что мне и так плохо. И мой папа сказал, конечно, дочка, ты не переживай, я сейчас маму отведу. И я тогда говорю, папа, зайди ты один домой, я останусь на улице, потом ты с мамой поговори, потом выйди на балкон и мне помаши, что я могу зайти. И тогда я буду в безопасности, я зайду. И папа так и сделал, мне махал с балкона рукой, заходи, я зашла. Он мне говорит, ничего страшного, не переживай. Ты знаешь, тройка, это ничего, это ничего такого. Это только начало жизни. Ты вообще молодец. Маме, я не знаю, что он маме сказал, мама мне никогда больше ни про какие оценки мои в школе тройки музыкальной не говорила. Потому что папа, видимо, очень чутко отнесся к тому, что я уже жить не хочу из-за музыки. И так он мне всё время защищал. Именно я чувствовала у него прибежище. Я чувствовала, как... Ну, он очень, например, он на меня очень сильно влиял. Например, он мне мог сказать, я наблюдаю, в последнее время ты мало читаешь. Всё, это было для меня сигналом к тому, что я просто сутками напролёт читала, только чтобы для меня папа это самый дорогой человек был. Это вот такие сокровенные отношения дочери и отца. Я заранее прошу прощения, сейчас такое время, что наверняка у кого-то из наших слушателей не такие близкие отношения с отцом, и, может быть, вообще нет отца. Это очень болезненно, потому что для девочки это реально важный-важный опыт, чтобы ты чувствовала вот это вот ощущение маленькой принцессы. Вот это для... Поэтому мой папа никогда в жизни мне не делал замечания. Он это говорил маме, если он чем-то был недоволен, он говорил маме. И мама для дочки это гуру тяжёлая, на самом деле, потому что мама всему учит. Мама, конечно, взмущалась и говорила, значит, ты у нас такой весь добренький, а я, значит, злый день у вас в доме. И я понимала, и понимала, что это папа ей сказал, но папа мне ничего не говорил. И мама мне делала замечания и говорила, например, папе это не нравится, и мне этого хватало. И вот... Но мне он... Мне хватало его взгляда. Например, папа очень не любил, когда я поправлялась. И он... Он меня никогда не унижал, никогда не говорил, что-то ты там толсто, или ещё что-то. Он просто... Я замечала его взгляд. Я ловила этот взгляд и понимала, так, не надо это, потому что он как-то так вот... Он очень такой тактичный был. И вот он просто вот глянет, и я понимаю, так, я поправилась. Вот это просто... И наоборот, вот взгляд полный восхищения. Как он меня представлял своим друзьям. Даже уже я была девушкой, и когда друзья подходили к нему, и он... А он казахский говорил, ну, на казахском говорил, это моя дочка. И вот в этом... Это моя дочка. И когда он это говорил, это было... Я как-то вся подтягивалась так, и я прям... Вот прям я чувствовала, что папе так важно, что вот у него дочка. И я вот на всю жизнь это пронесла. И вы знаете, мне это помогло. Я сейчас очень много общаюсь с мужчинами, у которых есть какие-то проблемы. И вы знаете, мужчины далеко не все могут доверять женщинам. И вот я могу сказать, что вот у меня складываются отношения, видимо, вот настолько близкие отношения с отцом, что я как-то очень легко понимаю мужчин. Мужчины мне совершенно спокойно открываются. И вот, ну, это вот такая вот здоровая часть внутри меня, напитанная моим папой. Вот. Поэтому я думаю, что вот это такой вклад отца, который очень-очень важен. Вот на это обратите внимание. Я знаю, я вижу твои трогательные отношения с дочкой. Вот. И я очень надеюсь, что все те, кто нас слушает, дорогие женщины, которые нас слушают, пожалуйста, скажите своим мужьям, чтобы, если у них есть что-то замечание сделать дочке, пусть они вам говорят. А пусть они просто дочек любят. Та же самая история касается наоборот. То есть, если сыновья, пусть папы делают замечания, а мама только любит сына. Потому что сокровенные отношения у папы с дочкой, у мамы с сыном. Вот это тоже самое работает в другую сторону. То есть, никто не обделён. Да, семья так устроена, что все восполняются одновременно. Вы сказали, что защита от отца, вы это получали, главное. И я уже сейчас посознательно чувствую, ощущаю, что вот это требуется от меня в отношении моей дочери. И я хочу это делать. И жена моя тоже постоянно напоминает, что вы как бы, вы же до неё должны как защита быть и так далее. И в связи с этим у нас сегодня был разговор на тему незащищённости женщин. Откуда вообще берётся вот этот опыт или тенденция, что женщины становятся незащищёнными в обществе? То есть, как это проявляется? Почему так происходит? Это вы, видать, из детства откуда это выходит? Это самый принцип незащищённости женщин. Это в самой природе женщины заложено. То есть, почему, например, шастры говорят, что женщина неразумная, хотя мы видим, что так много разумных женщин, да? Дело в том, что женщина по своей сути доверчивая очень. То есть, если женщине, любая женщина может подтвердить, если ей начать говорить какие-то тёплые вещи, какие-то внимания уделять, то она так через какое-то время тает начинает. И очень многие пользуются вот этим, ну, как бы, это как манипуляция пользуется. Вот. И поэтому женщину важно защищать от её же собственного ума, от её эмоциональности, от её избыточной вот такой вот чувствительности, от чувства вины, потому что женщина, если она поступает неправильно, она потом сама себя начинает самоедством заниматься, от того, что непереваренный какой-то опыт. И именно из-за того, что женщина очень чувствительна, конечно, сейчас очень много женщин развиваются по мужскому типу, такие логичные, очень чёткие, руководители очень хорошие и так далее. Но в глубине сердца всё равно это есть. И поэтому женщинам очень важно быть защищёнными, когда когда общество развращено, то первый удар приходится по женщине. То есть вот сначала её выводят в то, что она наравне с мужчиной, то есть и потом вот эта свободная женщина. А на самом деле защищённая женщина заключается в том, что любой мужчина, который смотрит на женщину, он должен смотреть на неё в связи с кем-то. То есть она чья-то дочь, она чья-то сестра, она может быть чья-то жена. То есть за ней стоят ещё кто-то. А сейчас женщина как свободная единица, как некий ресурс, которым я могу воспользоваться. из-за того, что вот у неё есть отклик в сердце на просто внимание, на просто особенно сейчас так мало внимания. Поэтому вот к сожалению такое количество разводов, огромное количество разводов и для женщин это всегда травматично. Для женщин это всегда травматично, это разводы. Я помню ту же самую мысль, мне как-то сказал ваш супруг Димон. это было в институте может быть середина десятых годов, то есть 15-14 мы сидели у него в кабинете и я уже тогда как бы менял свой статус в жизни монаха на семейного человека постепенно я спрашивал советы, как, где-то ошибался, где-то правильно поступал. И он мне рассказывал ту же самую вещь, когда ты строишь отношения с девушкой, первое, что ты должен подумать, что за ней кто-то стоит, это чья-то дочь. это не просто объект для наслаждения. Вы так молодые все воспринимают, но это не объект для наслаждения. У нее есть какой-то отец, ее отец, который заботился о ней, который растил ее, который переживает о ней, и то есть ты должен воспринимать ее в контексте, ну как бы в связи с ее семьей, с теми, это очень сильно. Он так прямо это сказал мне, знаете, как вот отец дает наставление сыну, что у меня тоже в жизни, я вырос сын полка при монастыре, рано ушел из семьи, 13-14 лет уже в Ашрам ушел, жил там, и такое полковское воспитание. А вот он мне такой отцовский такой дал советы, я так понял, что да, слушай, точно, какие-то элементарные вещи, а сам не видишь на нее с вами. Да, это знаете, это как однажды я была на телепередаче, и была передача по поводу пробных браков, и гражданские браки, пробные браки, и там были эксперты, которые отстаивали очень сильно эту точку введения, что это здорово пробные браки, и потому что если ты не попробуешь да как же ты можешь понять, что тебе нужно с этим человеком жить и так далее. И потом, значит, и один мужчина, он так это отстаивал сильно, я была очень удивлена, я потом спросила, скажите, пожалуйста, а у вас есть дочка? И он сказал, да, у меня есть дочка. Я говорю, скажите, пожалуйста, вы хотели, чтобы ее пробовали? Ну вот, раз попробовали, ну, не пригодилось, два попробовали, не очень, три попробовали. Это как яблоко со всех сторон обкусать, потом что? И он просто, видно было, прямо на прямом эфире у него перезагруз произошел. Я говорю, вы размышляете о неких женщинах, о которых вы даже не думаете, что это чья-то дочь. Вы вообще не думаете об этом. И он тогда признался, да, как бы, я даже в голову не придумал себе, что моя дочь, моя дочь тоже пробовала точно. И вот, когда я это понимаю, вдруг я понимаю, что, боже, за что я вообще голосую тут? Вот, и поэтому, действительно, когда мы, вообще, когда мы видим просто тело какое-то, праздно шатающееся, ну, почему бы не воспользоваться, да? Но когда мы понимаем, что за этим стоит, вообще, я часто говорю, что если бы мужчины и женщины, вступая в отношения, понимали, что они вступают в карму друг друга, потому что интимные отношения, это ты разделяешь полностью карму, то я не думаю, что мужчины захотели бы столько много кармы себе брать, потому что, дай Бог, свою переварить, а тут вот вступать в эти отношения, то есть, они-то видят только сиюминутное удовольствие, это как Пауза Калипс сказал, 11 минут, да? Но на самом деле вот эта вся карма, не захочешь никаких этих 11 минут, вот, поэтому здесь очень важно разум включать, и, собственно говоря, все наши образовательные программы, они на то, чтобы разум включался, потому что чувственное наслаждение, мы так или иначе, как биологические животные, склонны искать чувственное наслаждение, но слава Богу, что мы не просто обезьяны, свиньи и так далее, у нас есть разум, и вот женщине сложнее с этим, кстати сказать, потому что при виде, это знаете, как если ты сидишь у камина, невозможно не согреться, и вот женщине, как только начинает что-то теплое, то она начинает вот так вот отогреваться, а потом она наоборот становится настолько травмированной, что она начинает не доверять даже там, где к нему стоило бы доверять. Вот поэтому сейчас очень много травмированных отношений. Я как-то, когда распространял книги на улицах, встретил девушку одну, подросток, предложил книги, и какая-то все время фраза идет, когда ты предлагаешь, что ты говоришь, вы оптимист, пессимист, кто по жизни, верите в любовь, или слышали, что такое любовь, и я вот как раз такую фразу спросил у нее, а вы знаете, что такое любовь? И она таким взглядом на меня посмотрела, ужасным, пронзительным, прям полным боли, знаете, какого-то отчаяния, и сказала, любви нету, ее не существует. И тогда я понял, что человек уже в таком молодом возрасте, он уже испытал, ну, как бы, столько боли от этой жизни, и он не доверяет. Поэтому оказалась любовь-любовь, а оказался опыт. Любовь-любовь-опыт. И вот такого ненужного, ненужного совершенно опыта накапливается. А девушки, они, мужчины, если они вот так пользуются, они же получают благословение от девушек, чтобы ты сдох. Потом следующее, чтобы ты сдох. И у него накапливаются таких, чтобы ты сдох. Печень начинает болеть потом, еще с кровью какие-то проблемы. Даже в Ведах есть прописано, благословение женщин, они над кровеносные какие-то системы у мужчины влияют. И вот чем больше, чтобы ты сдох, тем у него и проблем потом больше в жизни. если в этом всем процессе, может, женщины как бы вырастают, девушка вырастает, и она немного становится независимой, и вот как отец, да, он отходит чуть-чуть назад, получается, в роли ее жизни, ведь классически, помните, пока он там ее замуж не выдаст, она как бы находится под его боком, но у нас же замуж сейчас поздно выходит, вот в этой ситуации я уже как бы на будущее, знаете, сейчас-то все понятно, она там кроха, маня, папа, ну, потом, ну, как бы с нас летом будет, и вот до какого как бы я должен ее вести, потому что в моем сейчас понимании до конца, ну, как бы, вот я, ну, потому что я боюсь, а вдруг это плохо сыграет, да, что вот она не скажет мне спасибо, что я не дала ей свободу, а вот, ну, вот такой вот запрос еще есть, вот с вашим пониманием. Очень важно просто передать вкус, вот девушка, она, будучи девочкой, она принимает все эти вкусы, и если правильно заложить, то она, так или иначе, мир ее будет искушать, но она будет выбирать лучше, вот, потому что если тотальный контроль включить, то врать начну, вот, сейчас у меня одна девочка пишет, ей 18 лет, и отец ее не выпускает на улицу, только обязательно вместе с ним, и даже в магазин они ходят втроем, мама, папа и она, и она посередине, и просто у нее крик души, она просто ненавидит, она говорит, насколько я любила отца, настолько я сейчас его просто ненавижу, потому что я, говорит, чувствую себя заключенной, как будто я в концлагере, он между тем хочет, чтобы она чистая досталась кому-то, а я думаю, что это может, знаете, как резинку оттягиваешь, 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 потом она как-то ударит очень больно, да, и поэтому это вот, ну, такое, или как коней, знаете, вот вы сдерживаете, сдерживаете, а потом можете опрокинуть, и вот это очень важный момент, я думаю, что здесь очень важно, конечно, какое общение у нее, поэтому так важно, чтобы подруги приходили в гости, ну, я помню, когда у меня начался период, когда за мной мальчики начали ухаживать, мой папа демонстрировал это так, что когда мне звонил мальчик по телефону, он мне говорил, тебе какой-то тип звонит, я говорю, папа, почему тип? Он говорит, ну, потому что тип, я говорю, это хороший человек, он тип, ну, то есть он мне, он говорит, пока за тебя никто не возьмет под ответственность, это все типы, которые тебя окружают, и я просто для меня это было, но когда вот действительно пришел уже мой муж, и он ему отдал свое сердце полностью, и меня вместе сердцем, так он на самом деле его любил, по-моему, потом больше, чем меня, просто такая дружба у них была не разлей вода, вот, и, ну, очень важно, действительно, вот, с одной стороны привить ценности, и с другой стороны, в какой-то момент понимать, что другом нужно оставаться, другом, и в этом включается, конечно, мама очень сильно, вот мама, она такая тяжелая-тяжелая, в какой-то момент она должна стать очень близкой подругой, потому что, если девочка может рассказывать, я помню момент, когда моя мама, я вот и говорила, она была очень строгая, и, а тут я, значит, будучи студенткой, уже на пятом курсе очень сильно влюбилась, и, значит, парень, в который я влюбилась, он уехал, он закончил институт, уехал по распределению в Караганду, в Тимиртау, и его друг говорит, слушай, мы собираемся ехать к нему, давай, говорит, вместе поедем, я говорю, меня не отпустят вообще родители в жизнь, никуда не отпустят, ну, давай что-нибудь придумаем, ну, а знаете, такая любовь аж удушающая, и просто, и я просто вообще хочу поехать, и я, в общем, решилась на вранье, и я сказала, что у моей подруги там свадьба, у нее действительно была свадьба в это время, и можно ли мне поехать на свадьбу, при том, что когда я вру вообще, то врала, то у меня, я заикаться начинаю, то есть, как бы, полномочия не идут говорить, и я вот просто каким-то закачивающимся голосом говорю, что, ну, вот, ну, вот мне надо, и так далее, и моя мама говорит, ну, хорошо, я так удивилась, думаю, ну, ладно, в общем, прошло какое-то время, неделя, и вот уже время, день подходит к тому, что я уезжаю, и я уже, а мне его друг звонит и говорит, я внизу на машине тебя жду, и я выхожу, и так, побросала какие-то вещи, какую-то сумку, выхожу, мама говорит, ну, мам, все, я пошла, она говорит, ну, ты в Караганду приедешь, позвони. У меня такой шок, я у меня рука, эта сумка из рук выпадает, я говорю, мам, ты чё, ты чё знаешь, что я в Караганду еду? Она говорит, ну, да. Я говорю, откуда? Она говорит, да ты врать-то не умеешь, говорит, ты ж купила билет и положила под стекло раньше, знаете, как стол и стекло, что-то не положила, билет под стекло, весь дом уже в курсе, я хожу, как дурочка, вру. Мне так стыдно, ужас, я просто готова провалиться сквозь землю, мне, я не хочу уже никуда ехать, и я просто говорю, мама, ну, почему, а почему ты мне ничего не сказала? Она говорит, доченька, я вот думаю, а вдруг это твоя судьба? И вот эти слова, и вот этот взгляд мамы, вот я даже до сих пор говорю, у меня слёзы просто. И я вышла, и друг говорит, ну, чё там? А я даже не могу говорить. В общем, он меня посадил на поезд, я села на поезд, я думала только о маме. Я приехала в Караганду, я думала только о маме. И потом мне уже просто, разумеется, ну, это было очень всё так, тогда это были те времена, это всё было очень чисто, романтично, то есть мы жили как-то по отдельности. Я маме, а тогда это нужно было на переговорный пункт ходить и звонить. И когда я приехала, первым делом я маме позвонила, и у меня вот за эти, я три дня отсутствовала, за эти три дня у меня так углубились отношения с мамой, потому что я поняла, что она мой самый близкий друг. И что она мне доверяет, и что она, ну, я представляю, как она переживает за меня, но она настолько доверяет Богу, что, а вдруг это правда моя судьба, я сейчас тебе скажу, нет, ты сиди, будешь сидеть тут, девка, защитишься. И вот я просто поняла тогда, вот у меня как будто тумбль переключился, у меня мама с родительницей такой, стала вдруг моей подругой сокровенной, и потом я всё ей рассказывала. И вот здесь интересно, что мама выходит на первый план. То есть ты не можешь уже папе все эти вещи рассказывать, потому что папа ревнил. Папа всё равно терпеть не может слышать о мальчиках. Да, а мама, она всё понимает, всё в курсе, всё знает, и поэтому с мамой шушукаешься, с папой, ну, ты понимаешь, что уже дистанция такая. Поэтому сейчас у тебя дочка маленькая, вот эти вот отношения, они сейчас вот складываются, а потом вот мама будет такую роль играть, подружки. А папа никогда подружкой, слава Богу, не будет. Папа всегда будет таким вот строгим рыцарем, который будет спрашивать. Вот, вот это так. Очень трогательная история, прям такая внутренняя, как вы всё пережили. И просто на этих историях, делав выводы из них, можно учиться в жизни, я прям вот прочувствовал всё, как вы рассказали с мамой, на ситуацию, как стали подружками с ней. И вы говорили об ответственности, и я вспомнил, как я научился у вас, тоже вот этой фразе, когда нужно спросить, а ты готов взять за неё ответственность? То есть многие девушки не знают, они спрашивают, а как, а где, а когда. Я понял, что вот это моя задача, если кто-то появляется, говорить как бы с этим человеком, я уже знаю, что спрашивать. Вы как бы можете общаться, но ты помни, а ты готов взять за неё ответственность? Да. Вот этот момент. Это парню говоришь, ты готов взять за неё ответственность? А девушке, я спрашиваю, ты готова стать ему помощницей в жизни, пополощать у него цели? То есть ты знаешь вообще, какие у него цели? Потому что жена — это помощница. И вот если ты действительно вдохновлена тем, чем он вдохновлён, и тебе предстоит ему помогать в этом, вот его интересы, то, как он живёт, вообще что тебе в этом? И вот это действительно, ну, очень важны вот такие вот вопросы, которые с протяжкой в будущее. Потому что в данный момент времени меня захватили чувства. Но мне, или я спрашиваю, а ты готова, чтобы твои дети были на него похожи? Ты хочешь это? И вот это тоже важный момент. Посмотри на эту семью тоже. Я называю фразы включателя. Да, да. Как они протянуты во времени. Ты что-то говоришь, человек сразу включается, он просто задумывается. Да. И вот даже короткие моменты, когда мы с вами встречались, я всё время что-то подмечал для себя. Мы были как-то в Индии, в Пури. Джаганатха Пури. И мы пошли куда-то вечером, то ли в ресторан, все вместе, у нас человек 6-7, было двое мужчин, я и с Германией, муж и жена, доктор, помните, да? Да. Ну, где-то 5 женщин у нас. И мы вышли в конце, уже вечер, темно, полдевятого, нужно ехать, рикшу ловить. И такая ситуация, мы все стоим, и вот мы как бы мужики, знаете, расслабились в какой-то момент, после еды, обычно такой расслабон, идёт немного на живот, ударило, надо отдохнуть. Хотя, ну, нужно взять какую-то ответственность, организовать доставку. И, ну, женщины, девушки посмотрели, мы как бы расслабились, они поняли, что мы ничего делать не будем. И начали что-то, как-то рикшу искать, всё как-то, ну, знаете, где рикша, а я, ну, найти рикшу, так, сейчас как-то надо организоваться, секунд 30, может, минуту, всё это идёт. И вы такая, так, девочки, расслабились. Сейчас мужчины всё организуют. И я, когда услышал эту фразу, я понял, что мне деваться некуда. Мне надо всё организовать. Просто иногда женщина даже не даёт, как бы, шанс, возможность, да, мужчине что-то организовать. А иногда мужчина даже ждёт, как бы, что, ну, они же всё умеют сделать, сейчас женщины у нас такие продвинутые. И вы так сказали, что сейчас мужчины всё организуют. И я так прям, как-то, так же, я только, ну, как-то надо рикшу идти ловить. И вот тогда надо идти ловить. И вот мы пошли, всё быстро нашли, сколько нас человек, посчитали, две рикши, всё, всех рассадили, и всё спокойно доехало. Просто вы нам дали вот это. Да, я хочу сказать, что это у меня научил мой муж, это было не сразу. Я помню, когда первый раз мы поехали, только начали встречаться с мужем. И, а я такая самостоятельная была, очень шустрая. И мы решили, что нам нужно поймать такси. Я выпекаю, ловлю такси, значит, поймала такси и кричу ему, пойдём. Мой муж стоит, ну, он тогда не был моим мужем, и говорит, поезжай. Я вообще-то не поняла. Я такая, смысл. Думаю, что ему, марка машины не понравилась, или что он капризничает-то вообще. И такая, и он говорит, вы едете или нет, водитель? Я говорю, мы же торопимся, поехали. Он говорит, ну, езжай. А я такая, что такое недоразумение, ладно, захлопнула это такси, подхожу к ним, говорю, а в чём, а в чём, в чём проблема? Он говорит, я не понял. А что это было? Я говорю, в смысле? Я поймала такси. Он говорит, а ты что теперь будешь вот это всё организовывать, и меня просто туда как это впихивать, или что? Что это было вообще? Почему ты должна организовывать такси? Он говорит. Я говорю, а что здесь такого? Он говорит, это ты что будешь вообще всю жизнь вот так организовывать всё? Таня, успокойся, он мне сказал. Таня, успокойся, выдохни, я всё организую сам. И тут же он поймал такси, открыл дверь, сказал, садись, пожалуйста. Я пошла, села, мол, и вот он мне преподал урок на всю оставшуюся жизнь. Он мне вообще много таких уроков преподавал, когда он меня так вот прям усмирял, очень жёстко. И с тех пор я просто поэтому говорю, так, женщина, пожалуйста, мужчина. и тогда мужчина, он действительно состоится как мужчина. Иначе, если мы всё организуем, потом говорят, что-то у нас ленивый муж, чего-то он лежит, ничего не делает, так ты же за него всё организовываешь. Какой вопрос? Поэтому это вся слава ему. Да, я очень сильно тоже благодарен своей супруге, что она даёт мне активную возможность это делать, помогать ей как-то, организовывать её, потому что, ну, может быть, у неё склад такой ещё, чуть-чуть она, как бы сказать, не организатор, что ли, по природе, не менеджер. И вот я себя очень прям комфортно чувствую, ну, вот прям мне нравится, так, идите, возьмите. Но иногда вот это женское проявляется. Так всё, чуть-чуть. Это естественно. Я думаю, что у нас время эфира подходит к концу, а мы не ответили ни на один вопрос, поэтому посмотрим, что тут есть. Ты выбери вопрос, я выберу вопрос и ответь. Да, как строить маме отношения с сыном? Мама любит сына, это естественным образом. Но, знаете, я хотела бы вам рассказать историю, как вот медведица, она очень любит своего медвежонка. Просто это одни из самых трогательных отношений. Как мама медведица, она так, это надо наблюдать за медведицей с медвежонком. Это просто такие, ну, вообще невероятные, невероятные, теплые отношения. И один раз это рассказывал мой учитель. он жил в Южном Сахалине, и там вот медведи. И он говорит, один раз я наблюдал картину, как здоровенный уже медведь, но сын еще идет за мамой. И в какой-то момент времени мама разворачивается и начинает хлистать. она сначала рыкнула на него, но тот не понял, она опять за ней идет. Она опять на него рыкнула, он опять не понял, опять. И тогда она его просто чуть ли не до полусмерти избивает, чтобы он вообще и шел дальше. Это как как орлица выпихивает орленка, чтобы он начал летать. Если он не будет, он просто просидит и, знаете, провалится это все гнездо, потому что будет увален такой вот. Поэтому маме очень важно, чтобы он мамсиком не рос. Вот это очень важный момент. Вот у меня в этом отношении даже у самой есть трудности, особенно с младшим, потому что он меня воспитывает скорее. Потому что я к нему привязана и, знаете, чем мама дольше кормит ребенка грудьным молоком, тем больше она привязывается к нему. Я его очень долго кормила. И он просто он мне говорит «Мама!» Он мне очень четко ставит границы и говорит «Это я тебе должен сейчас беспокоиться, а не ты обо мне. Когда ты обо мне беспокоишься так сильно, у меня есть такой чувство, что как будто я неполноценный. Поэтому вот эта любовь материнская, она же находится как бы в опеке, все время в расспросах и так далее. И вот здесь очень важно, чтобы мы давали пространство. Сыновья должны вырасти. И в конце концов, знаете, любая мать, она воспитывает не для себя. Она отдает потом ребенка. Она отдает ребенка с другой семьей, в общество. То есть это жертва матери. И вот это способность, потому что если только я начну контролировать, а так или иначе сын привязан к матери, и если я буду лезть в семью, я так или иначе рассорю. Поэтому очень важно вот бескорыстие проявить и помогать теперь уже снохе, чтобы она росла, потому что вот это тепло нужно поправить на сноху, потому что так или иначе ревность включается, и что для моего сына все равно должно было быть лучше. И вот очень часто теща становится вот яблоком раздора. Не теща? Свекровь? Ну да, свекровь. Свекровь. Нет, теща, наверное. Теща. Нет, подождите. Мама его мама. Для нее она свекровь. Мама сына. Это свекровь. Свекровь. Для девушки. Да, для девушки будет эта проблема. Вот, поэтому мы любим и даем свободу взрослеть. Ну, теперь ты можешь выбрать вопрос. Я вспомнил по этой ситуации, ну, вообще свою ситуацию жизненную, как я ушел в вашем махмачаре, монахов, послушников. Мне было почти 14 лет. Ранний возраст. И основная причина, я как бы убегал от мамы. Излишняя любовь была материнская. Вот это вот такое было ощущение, что я как будто не мог развиваться. И я увидел вот этот ашрам, в котором в духовной практике росли все и какой-то шанс, чтобы уйти. И хотя мама она тоже это все изучала, но она почувствовала, что ашрам это наоборот то, что заберет. И она выступила против ухода, хотя отец в принципе поддержал. Так или иначе я ушел в ашрам жить из семьи в раннем возрасте. И даже потом я сегодня на встрече тоже с моими братьями вспомнил историю, как она пришла к духовному учителю. Это был 2009 год. У меня армия грозила. И она после лекции это был фестиваль в Абхазии, большой фестиваль. И она пришла к нему и в слезах просто сказала, вот мой сын, ваш ученик, он армия, пожалуйста, пожалуйста, чтобы он учиться дальше пошел. я закончил. Еще дальше поступил. Колледж закончил. Он говорит, хорошо, я что-то придумаю. И он придумал, он забрал меня в Алмату. Так я армии сбежал. Да, это, конечно, мама, это, ну, всегда такая история, мама сильно привязана к сыну. И, конечно, это, ну, такой серьезный поступок пойти в монастырь, это очень серьезно. И потом это проявилось, что самое интересное, я в монастыре такой же человек, как мама, там был, который вот ходил, мне покоя не давал. Пожилой был, но он немного с другой стороны, у меня рукал постоянно. Я мыл полы в комнате, где все кушали, алтарно, утром и вечером. И он ходил, проверял, хорошо ли я помыл полы. И находил там рисинку, перемывай полы, говорил. Я перемывал. Мне отец разъяснял, говорит, смотри, ты хотел убежать в духовность от мамы, но уроки к тебе возвращаются. Я не мог даже от отца это принять. Я как-то не верил, что она так. Не верил. Нет, нет, я сильнее этой кармы, этих обстоятельств. Это нет, нет. И он говорит, пока ты с мамой отношения не настроишь, она не сможет. Она мама. Все, забудь, что она будет по-другому. Мне так сказал. Ты должен, ты мужчина уже взрослый на то время. И я несколько лет мне понравилось с ней отношения восстановить как-то по-дробному. И все эти люди, которые потом исчезли. И, да, последний раз. что мама входит в жизнь сына либо как луна, умиротворяющая ум, либо как Сатурн, который наказывает. Поэтому, конечно, маме с сыном очень важно простраивать очень такие отношения. Мама должна верить в сына. Это самое главное. А девочке она заботится, а в сына верит. Сейчас очень часто наоборот. В девочку верят, когда девочка в карьеру ударяется. А сын не заботится, и тогда сын либо он разрывает отношения, либо увольняет встану. Вот я вопрос нашел. У нас три минуты есть. Уточняю. Вопрос, почему, я думаю, он важный для разъяснения будет тоже для вас. А почему папа не должен делать замечания? Действительно ли папа хороший, а мама ругается? Тогда, возможно, будут плохие отношения с мамой. Пожалуйста, разъясните. Папа для дочери это очень сильная энергетика, очень мощная. Когда папа делает замечания, это больно бьет по эго дочке. Поэтому это как бы, ну, конечно, это не имеется в виду прям там совсем такие бытовые замечания, типа, ну, положи нормально там, или еще что-то, вот такие какие-то. А именно вот такие принципиальные замечания, особенно касающиеся внешности, касающиеся там, я не знаю, килограммов веса и так далее. Потому что для девочки это очень болезненно. И она потом вот эту боль переносит на мужчин в будущем. Ее роман с отцом... Действительно, беседы, да? Да. Ее роман с отцом, такой роман в кавычках имеется в виду, что она первого в кого влюбляется. Потом это отражается на всех ее отношениях дальше. Поэтому очень важно, чтобы эти отношения были максимально чистыми. И отец, он ну как бы он как бы дает такую установку, ты достойна очень хорошего. Вот ты прекрасная и у тебя все получится. Вот это как бы бессознательно девочка считывает от отца. От матери она берет как социумом строит отношения. То есть вот это она учится у матери. Но вот именно такой внутренний настрой это дает отец. Может еще позволяет короткий вопрос интересный мне показался. До какой степени папа должен баловать дочь? Где грань? Папа балует вообще ребенка балует до пятилетнего возраста. потом это не означает день рождения все хана заканчивается все. Но мы просто понимаем что в пять лет дело в том что в пять лет ребенку очень важно начиная с трех до пяти уже мы начинаем говорить ну то есть мы готовим ребенка к социуму так как мы к ребенку никто относиться не будет а ему жить не с нами только. Поэтому нам очень важно научить ребенка что мы учим благодарности мы учим отдавать мы учим ну то есть фактически мы начинаем учить отказываться от эгоизма вот поэтому это такая вот ну школа это примером лучше это не назидание то есть если мы уже назидаем это означает что что-то с отношениями не так потому что если мы делимся просто рассказывать какие у меня были сложности через что я преодолевал что еще у меня и сейчас остается и с чем тебе придется на самом деле ребенок послушный он от рождения послушный но послушный он тогда когда ему интересно слушать если от вас исходит что-то интересное он будет все слушать с интересом и даже когда вы будете делать какие-то замечания он тоже с интересом выслушает но если вы ничего интересного не говорите вам некогда а вы только делаете замечания то у ребенка развивается бессознательная глухота к вашим замечаниям почему потому что ему нужно выжить ему нужно состояться как личности а если ваше послание его разрушает он будет просто отгораживаться отчуждаться и это самое худшее что мы можем придумать для этих отношений поэтому научитесь быть друзьями со своими детьми а для этого говорится лучшее что вы можете сделать для своего ребенка это любить друг друга спасибо большое спасибо маму вам за эфир за то что вышли а уже за час что мы общались для себя просто гору полезного общаться что роль папа не должен сильно назидать хотя у меня какое-то было представление классическое ведическое что там я сейчас я всегда был уверен что мужчинам нужно получать наставление от женщин еще когда я руководил Ашхимом в Алмате помните мы организовывали встречу с брахмачари с вами с молодыми ребятами и уже тогда это мне духовный учитель подсказал что вы должны слушать женщин уже кто в возрасте кто постарше как мать и именно от женщин им важно что-то слышать как они воспринимают возможно так же как женщин и мужчин хотя сейчас мужчин много кто рассказывает а женщин мало поэтому спасибо вам большое вместе с тем я заранее я заготовил какие-то темы которые хотел с вами обсудить их было 9 мы только одну успели я готов набраться наглости попросить возможности может быть еще повторить как-нибудь обязательно как-нибудь повторим сейчас простите мне уже надо бежать у меня тут очень такое расписание спасибо большое всего вам доброго спасибо спасибо спасибо